Роман Чернов Днем 24 декабря 2022 года на улице возле одного из жилых домов по улице Гагарина в городе Саранске фигурант дела ударил ножом 41-летнего потерпевшего. От полученного удара ножом в область сердца пострадавший скончался на месте происшествия. Ссора между ранее незнакомыми мужчинами произошла накануне в одном из кафе города. Они договорились встретиться на следующий день, при этом каждый из них пришел с друзьями. Я вышел в третьем часу, он там уже лежал, парень тут. Девчонка ходила, плакала. И парень там крепись, крепись, сейчас говорю. Камера видеонаблюдения, установленной на фасаде дома, запечатлела последние минуты жизни Владимира. На стрелку оба оппонента пришли с группой поддержки. Несколько мужчин, включая Левина, нападают на Чернова. Тот в ответ достает нож, оба спотыкаются, падают, встают, а затем Роман наносит удар ножом Владимиру, от которого последний скончался на месте. После этого обвиняемый нанес один удар ножом в область правого плеча ранее незнакомому 35-летнему жителю города Саранска, причинив ему легкий вред здоровью. Дальше Роман садится за роль Лады Гранта с символикой службы такси и уезжает в неизвестном направлении. В результате проводимых мероприятий оперативниками уголовного розыска фигурант был задержан в квартире своей знакомой, где он скрывался с сотрудников полиции. Роман, находящийся под стражей с 26 декабря 2022 года своей вины, так и не признал, придерживаясь основной версии, что оборонялся. Ранее Чернов привлекался к ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. Прокурор в премиях, которые прошли накануне оглашения вердикта, запрашивал для подсудимого 12 лет лишения свободы. Он приговорил Чернова Романа Александровича признать виновным в совершении преступления, присмотренным в части 1 ст. 105 пункта МВ, части 2 ст. 115, при главном футболе с респирацией. На совокупности преступлений, рекомендую частичному сложению назначенному наказанию, окончательно назначить Чернова Романа Александровичу наказание в виде лишения свободы на слов 9 лет 7 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии 2-го режима. Потерпевшая сторона ожидала большего наказания для человека, который лишил их сына, мужа и отца жизни. Гражданские иски были удовлетворены частично. Общая сумма, которую должен Роман выплатить родственникам Лёвина, составила 1 миллион 700 тысяч рублей.